Израиль нанес удар по целям Хизбаллы в районах Дамаска. Атака прошла двумя волнами. Целью первой из них была сирийская база ПВО, а вторая произошла в районе международного аэропорта. Одна из ракет упала около гаражей в районе Расан-Набаа. На место приехали машины скорой помощи, есть пострадавшие. Напомню, что ранее Израиль был обвинен в атаке по сирийской территории в начале мая. Тогда приостановили работу международного аэропорта Валепа. Высокая температура и ветреная погода стали причиной крупных пожаров на территории Израиля. За минувшие выходные спасательные службы приняли около 200 вызовов с сообщениями о возгораниях в разных частях страны. В ряде случаев потребовалась экстренная эвакуация жителей поселений и туристов. Один из наиболее крупных пожаров был зафиксирован на территории природного заповедника Кармия, расположенного к северу от сектора Газа. Там быстрое распространение огня привело к возгоранию автомобилей. Спасательные службы Израиля издали указ о временном запрете на разведение открытого огня в парках, лесах и заповедниках. Отмечается, что в ближайшие сутки на смену экстремальной жаре, по прогнозу синоптиков, придут ливни. Режиссер Джонатан Глейзер получил гран-при 76-го Каннского кинофестиваля за фильм «Зона интересов». Драма о буднях нацистского офицера в Освенциме снята по одноименному роману Мартина Эмеса. Однако, по мнению критиков, эта связь чисто символическая. В кинокартине практически нет сюжета. Представляя ужас как нечто обычное, используя повседневные диалоги, это размышление о невежестве как о болезни, которая связывает прошлое с настоящим.